Слава нашему Господу Слава нашему Господу Слава нашему Господу Буду надеяться на милость Божию На его благословение Как молился Моисей Если я нашел благоволение в очах твоих Открой мне путь твой Так что на этой неделе я молился И просил, чтобы Бог открыл мне свой путь И научил в Священном Писании Конечно, мы все можем сказать, что Сегодня декабрь, 18 число Конец этого года И поневоле мы все задумываемся Как прошел этот прошедший год Проходящий год Осталось две недели Я думаю, что хорошо задумываться о том Что мы достигли в этом году У нас были какие-то амбиции Кто-то чего-то достигал В работе, в духовной сфере В семейной сфере У нас есть какие-то достижения Есть какие-то желания Сидя в своем офисе Рассуждая об этом Читая Священное Писание У нас есть такие часы Песочные Я думаю, что у вас всех Кто-то видел такие когда-то Или у кого-то есть Почему-то они Больше говорят о прошедшем Если ты смотришь на простые часы То мы видим только стрелку Но когда смотришь на песочные часы Тот песок, который внизу Говорит о том, что Уже это время прошло Его уже не вернуть И одна милость и молитва к Богу Как молился Моисей Научи нас Господи Счислять наши дни Чтобы нам приобрести А извиняюсь Немножко неправильно сказал Приобрести сердце мудрое Место Писания, которое я хочу прочитать Это будет от Луки Десятая глава С тридцать девятого стиха Я начну с половины его Это будет про Марию и Марфу У нее была сестра имени Мария Извиняюсь, чуть выше В продолжение пути Пришел он в одно селение Здесь женщина имени Марфа Приняла его в дом свой У нее была сестра имени Мария Которая села у ног Иисуса И слушала слово его Марфа же заботилась о большом угощении И подойдя сказала Господи Господи, или тебе нужды нет Что сестра моя одну меня оставила служить Скажи ей, чтобы помогла мне Иисус же сказал ей в ответ Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом А одно только нужно Мария же избрала благую часть Которая не отнимется у нее Я много раз читал это местописание Я всегда замечал, что здесь есть какая-то жемчужина Но я не мог понять Простое местописание, но Мы видим, что Марфа заботилась о многом Я думаю, что они понимали, кто Иисус был на то время Но, может быть, не до конца Но Марфа, она заботилась о угощении Для Иисуса И для гостей И она трудилась Ей, может быть, даже было обидно Почему Мария не помогает И она даже подошла и сказала Иисусу Неужели тебе нужды нет Что я одна тружусь Я начал размышлять об этом местописании И начал замечать свою жизнь Вот я думал о прошедшем году Возможно, в нашей жизни мы очень часто делаем многое Что просто бесполезно Проводя наше время Вот если задуматься, что Бог определил в нашей жизни Для каждого одинаково Конечно, года разные Кто-то может идти Раньше, кто-то позже Но в нашем дне Но в нашем дне У каждого есть 24 часа в дне Это определенно для каждого Если сказать У меня нету времени Нужно сделать время Мария Я не говорю, что это не нужно Я просто вслух рассуждаю Когда Марфа подошла Мне понравился ответ Иисуса Иисус же сказал ей в ответ Марфа, Марфа Ты забочишься и суетись о многом А одно только нужно Мария же избрала благую часть Которая не отнимется у ее Конечно, мы все согласимся Возможно, то, что Марфа делала Это нужно Нужно приготовлять Есть вещи, которые мы должны делать Но что сделала Мария Что не отнимется у ее Можем мы задуматься А что это Конечно, мы можем сказать Что Да, это Мария Которая омыла ноги Иисуса Христа Которая Иисус сказал Что она войдет в историю Извлекая для себя Я одно понял Что если я не нахожу время В одиночестве с Господом Все остальное, что я делаю Возможно, просто суета Видите Что Мария делала Она просто сидела у ног Иисуса Все, что она делала Но Иисус сказал Что Что Мария выбрала Она благую Избрала Благую часть Которая не отнимется у нее Я думаю, что Хорошо задуматься на Предстоящий год Я лично для себя говорю Пребывать в близости В общении с Господом Видите Есть одно местописание Которое Мне еще нравится Первая Яна Первая глава С пятого стиха Я хотел бы прочитать И вот благовестие Которое мы слышали от Него И возвещаем вам Бог есть свет И нет в Нем никакой тьмы Если мы говорим Что имеем общение с Ним А ходим во тьме То мы лжом И не поступаем поистине Если же ходим Во свете Подобно как Он Во свете То имеем общение Друг с другом И кровь Иисуса Христа Сына Его Очищает нас От всякого греха Слава нашему Господу Мы можем иметь Это общение Мы можем иметь Ближе с Господом Если мы видим здесь Что Шестой стих Если мы говорим Что мы имеем общение С Ним А ходим во тьме То мы лжом И поступаем Не поступаем Поистине А дальше Если же ходим Во свете С кем мы имеем Общение Тут говорится Друг с другом Может ли это Говорить с Господом Я думаю Что да Если мы ходим Во свете И пребываем С Ним То мы будем Иметь общение С Ним При заключении Я бы хотел Прочитать От Матфея Одиннадцатую Главу Двадцать Восемого Сиха Потридцатый Придите ко мне Все труждающиеся Обремененные Я успокою вас Возьмите Иго мою На себя И научитесь От меня Ибо я кроток И смирен Сердцем И найдете Покой Душу вашу Ибо Иго Моя Благо И бремя Моя Легко Друзья Давайте будем Приходить К нашему Господу Почаще Находить Это время Общения С Ним Возможно Каждый Из вас Имеет Работу Есть Трудности В жизни И часто Можно сказать Что не хватает Времени Но если мы Задумаемся У нас Есть 24 часа В день Если мы Захочем Мы сможем Сделать Это время Преклонить Свои колени Пред Богом Помимо Тех молитв Которые мы Совершаем Утром И вечером Личное Общение С Господом Дарует Нам Жизнь Дарует Нам Силу Идти Вперед Аминь Давайте Вы Молиться Молиться